Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы телезрители в эфире телекомпания Орленок ТВ, программа «Всем» в студии Ирина Калищук. В течение получаса вы узнаете о самых заметных событиях минувшей недели. В начале выпуска короткий обзор главных тем. 13 лет в разряде долгостроя. Активное возрождение и новоселье. В 2007 году в первом микрорайоне поселка Новомихайловский будет сдан жилой многоквартирный дом. Отдыхающие крутят у виска или помогают словесно. Акцию «Чистое море» студентов филиала Сочинского университета туризма и курортного дела поддержал только маленький ребенок. Сегодня нас посмотрят, завтра сделают так же. 32 миллиона на берегу крепительной работы. К радости жители прибрежных территорий река Нечипсуха облачается в бетонный наряд. Горячая пора в самом разгаре. Экологический продукт совхоза Новомихайловский – лучшая альтернатива зарубежным фруктам. Вот это у нас яблочки покрасивее даже эти заграничные. Об этих и других событиях в программе «Всем». 27 сентября россияне будут общаться с президентом страны Владимиром Путиным. Свой вопрос первому лицу государства сможет задать любой гражданин страны по телефону или через интернет. Уже сейчас на специальном сайте в интернете опубликованы тысячи вопросов. Какие темы в общении с президентом хотели бы поднять жители Новомихайловского округа, узнавал наш корреспондент Артем Демин. Завтра вся страна будет задавать вопросы президенту. Что бы вы хотели спросить сегодня? Ну, прежде всего я хочу спросить, почему у нас такие дорогие коммунальные услуги. Хотелось бы побольше отдыха, чтобы человек мог как работать, так и отдыхать достойно. Вот он поднимает медикам зарплату, но он говорит, что участковым врачам и сестрам, а простым сестрам он будет поднимать зарплату или нет? Ну, не знаю, когда будем лучше жить, наверное. Надо больше, конечно, чтобы было рабочих мест именно для молодых. Хотела бы спросить, есть ли у нас надежда на лучшее, на лучшую жизнь, на уважение к старшим, чтобы молодежи было больше возможностей, чтобы дальнейшая их жизнь была лучше. Пенсионерам должна быть пенсия не ниже прожиточного минимума, чтобы люди могли жить. Волнует бесплатное образование. Я бы хотела такой вопрос задать президенту. Будут ли повышать зарплаты учителям и военным, и многим другим? Я бы хотела спросить президента, будут ли повышенные стипендии студентам. Подарит ли он мне своего щенка, лабрда? Менбаграон, асколага, каникол, угумболын. Более миллиона вопросов поступило на этой неделе президенту нашей страны. Не остались стороне и жители нашего поселка. Опросив два десятка человек, мы выяснили, что абсолютный интерес у новомихайловцев вызывают вопросы социальной тематики. Пенсии, стипендии, зарплаты и прочие социальные выплаты. Новомихайловское городское поселение Туапсинского района уже решило вопрос о финансировании берега укрепительных работ. В этом году Нечипсуха совсем не похожа на бурную полноводную реку. За время засухи обмелела совсем. Но в сезон дождей обычный ручеек становится бедствием для жителей близлежащих домов. Горная река быстро наполняется водой и топит дома людей. Больше всего страдают жители улицы Колхозной. Владимир Павлович Шкилев живет на берегу Нечипсухи с 1987 года. За это время стихия не раз заставала его семью врасплох. Укротить ретивую красавицу Нечипсуху местное руководство пыталось три года. Именно столько ушло на подготовку документов и проектировку берега укрепительных работ. Нам удалось подготовить необходимый пакет документов, представить по линии ГОИЧС и добиться финансирования первоочередных мероприятий по ликвидации последствий и предупреждению дальнейших. На все эти мероприятия из федерального бюджета было выделено 32 миллиона рублей. За строительство защитных сооружений взялись две фирмы – МИФ и Агротранс. Сделано уже многое. За три месяца воздвигнуто более 800 метров берега укрепительных сооружений. Производится насыпь призмы и укрепление берегов крупногабаритным камнем. Идет работа по углублению дна устья реки. И это лишь малая часть запланирована. Ведь мероприятие очень дорогостоящее. Отмечает заместитель главы Новомихайловского округа Сергей Алексеевич Василенко. Средств катастрофически не хватает. Но главное – дело сдвинулось с мертвой точки. И уже в ноябре этого года десятки семей по улице Колхозная смогут спать спокойно, не опасаясь внезапного удара стихии. Артем Демин, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. Квартирные очередники Орленков взбудоражены радостной вести. У них вновь появилась надежда на получение жилья. После многолетнего застоя в первом микрорайоне поселка Новомихайловский возобновилось строительство жилого многоквартирного дома. Этот строительный объект появился в первом микрорайоне еще в прошлом веке. До 92-го года, вспоминают старожилы, здесь еще работали. Строители успели возвести стены, установить кровлю и даже подвели некоторые коммуникации. Но историческая перестройка в стране плохо сказалась на строительстве как таковом. Почти достроенный жилой дом надежды квартирных очередников Орленка перешел в разряд долгостроя. Причина – недостаток финансирования. Следующего рывка Орленку пришлось ждать 13 лет. В этом году были выделены средства в объеме 15 миллионов по федеральной адресной инвестиционной программе «Жилище». Это средства, выделенные с большим перерывом, 13-летним. После тщательного обследования и утверждения в госэкспертизе проект запустили в работу. Начали с самого главного – усиление здания и повышение его надежности. Основание – ужесточение требований к сейсмоустойчивости сооружений и защите конструкции от атмосферного воздействия. В наше время любой многоквартирный дом должен выдерживать колебания почвы до 9-10 баллов. Сделано уже многое, говорят специалисты. За полтора месяца строители освоили порядка 8 миллионов рублей. Сейчас главным вопросом у нас стоит то, чтобы при возобновлении с этого года строительства это пуск тепла на этот дом для продолжения работ в осенне-зимний период. Эта теплотрасса пройдет к нашей бойлерной, которая находится в первом микрорайоне, и закрытие периметра. В первую очередь 65-квартирный жилой дом планируют создать в эксплуатацию в первом полугодии 2006 года. Но уже сейчас идут переговоры по увеличению финансирования. Специалисты утверждают, что выделенных из федерального бюджета средств на завершение работ не хватит. Для того, чтобы пустить в эксплуатацию 65-квартирный дом, потребуется порядка 45-50 миллионов. Сейчас идет корректировка рабочего проекта. Стадия проекта прошла уже государственную экспертизу. Сейчас разрабатываются чертежи, то есть стадия рабочего проекта. Строительство ведется практически с листа, то есть достаточно оперативно, по горячим листам чертежей. И ведется корректировка, конечно, смертной стоимости по фактическим затратам. Постепенно число 13 начинает терять власть над затянувшейся стройкой. Долгострой возрождается, получая новое качество. В 2007 году он приобретет свой адрес. Поселок Новомихайловский, первый микрорайон, дом 11. Если в стране не грянет следующая перестройка. Ирина Калищук, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. Получить заветный ордер – мечта каждого второго россиянина. Актуальна эта тема и в ближнем зарубежье. Герой нашего следующего репортажа, 15-летний парнишка из Казахстана, пытается выбить квартиру для родителей. Для этого он использует три языка – русский, казахский, язык, мимики и жестов. Вашему вниманию материал наших коллег, журналистов информационного агентства Интерньюз «Взрослые дети». В языке жестов квартира обозначается вот так. Квартира – это хорошо. Наша семья уже 21 год ждет свою квартиру. Сейчас все общее у нас. Живем в одной комнате четверо. Вообще у нас хорошая семья, дружная. Только тихо у нас дома. Мама и папа не слышат, не разговаривают. А иногда я думаю, может и хорошо, что мама и папа не слышат, как чиновники разговаривают. Мы за квартирой все время с папой ходим. Нам по закону ее давно должны дать. Сами купить не можем, дорого очень. Папа столько денег не зарабатывает. Я всегда, когда к этой двери подхожу, волнуюсь. Начальники там разные. И говорить я с ними очень боялся поначалу. Вдруг не так скажу. А они надо мной насмехаться будут. Согласно вашему заявлению, вот это извещение бумажки, вам надо пройти в Бастандыкский Акимат вместе с папой. Взять подтверждение вашей очередности. Так как в этом году будут выдаваться квартиры тем, кто стоит в очереди уже более 10 лет. От чего будем отталкиваться? Папа всегда переспрашивает, что сказали. Он волнуется. Вдруг неправильно поймет. И переспрашивает меня. Трудно ему бывает. Стрессы все время разные. А чиновники? Они тоже нервничают. Всегда стараются побыстрее отделаться. Все быстро говорят или пишут. Особенно, когда меня рядом нет. И непонятно потом. Опять ходить туда приходится. Опять все выяснять. Все сначала получается. Станин, вы все перенесли. Теперь надо обновлять заново. Поэтому я часто сам хожу. Даже без папы уже. Так быстрее получается. Здравствуйте. 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 Я вам сразу могу сказать, что у вас здесь не хватает двух справок. И сейчас вам нужно будет пройти в соседний кабинет. Дальше вам объяснят, что делать. Я сам иногда не понимаю, когда мне говорят. Слова бывают непонятные. Но потом еще раз спрошу. Что да как? Чтобы потом папе сказать. Они в Акимате раздражаются иногда. Почему мальчик ходит и все вопросы про квартиру задает. Но я на это внимание не обращаю. Надо же маме и папе помочь. Я представляю, какая это будет квартира. Красивая, большая. У меня там будет своя комната. Там кровать, музыкальный центр. Компьютер, может быть, будет стоять. Книги свои. Стол свой. Быть взрослым трудно. Туда стоять. Когда по делам хожу, я чувствую себя взрослым. А когда дома, с мамой, когда общаюсь, ребенком чувствую. Я не могу как бы с мамой так разговаривать. Ну как бы, типа я взрослая. И мама обнимается и целует меня за него. И как бы, такое чувство, что как бы маленький, двухлетний. У меня такое ощущение появляется. Решив жилищную проблему, россияне неизбежно сталкиваются с вопросом, как оплатить коммунальные услуги. Только в этом году владельцы квартир пережили несколько повышений цен на коммуналку. Последнее в июле 2005 года. В Туапсинском районе поднялась цена на холодную воду и канализацию. За один куб воды теперь придется платить 16 рублей 50 копеек плюс НДС. За канализацию 27 рублей 57 копеек плюс НДС. Основание решения Совета муниципального образования Туапсинский район от 28 июня 2005 года. Спасательным кругом в оплате за коммуналку для многих жителей региона по-прежнему остаются государственные субсидии. Как их получить напоминаем прямо сейчас. Раз в месяц сотрудники социальной защиты Туапсинского района приезжают в поселок Новомихайловский. Дают консультации оформлять документы всем, кто имеет право на государственные субсидии для оплаты жилья. Желающих получить денежные выплаты много. Тарифы на коммунальные услуги растут, а возможность их оплатить уменьшается. Чтобы смягчить ситуацию, правительство решило ввести субсидии для малобеспеченных граждан. В том случае, если совокупный доход семьи, умноженный на 22%, установленный федеральным стандартом, меньше размера оплаты жилищно-коммунальных услуг. Например, семья из четырех человек, где родители работают и воспитывают двух несовершеннолетних детей. Их общий доход составляет 6 тысяч рублей. Эта цифра умножается на 22%. В результате получается 1320 рублей. Именно эту сумму может заплатить семья за жилищно-коммунальные услуги. Предположительно, жилищно-коммунальный отдел начисляет ежемесячно 1800 рублей. Размер субсидии определяется разностью между фактической стоимостью жилья и возможностью семьи. 480 рублей – это и есть ежемесячная субсидия данной семьи. Она назначается на 6 месяцев и поступает перечислением на лицевой счет гражданина, открытый в любом отделении Сбербанка. По истечении этого срока нужно обращаться в отдел соцзащиты повторно и сдать на комиссию необходимые документы. Такой пакет, как и был раньше, состав семьи, паспорта – это все на руках, домовые книги на руках. Единственная сложность, как я уже сказала, собрать нужные будут именно справочки о начислениях. Остальное все практически на руках, ну, доходы. Полный пакет документов довольно большой. Собрать их сложно, говорят жители поселка, но действительность вынуждает. Мы с двоем с женой получаем 2800 рублей. И 2763 рубля нам принесли пенсию. То есть платить за квартплату. Я не знаю, что делать. Уже с 1 января 2005 года в Туапсинском районе введены новые тарифы по оплате за жилье и коммунальные услуги в размере 100% их полной стоимости. Для многих жителей побережья субсидии – единственная возможность выжить. Алена Скрипник, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. В совхозе Новомихайловске в эти дни самая горячая пора. Началась уборка плодов. В этом году он совсем неплохой. Сотрудникам совхоза придется собрать 2000 первоклассных плодов. Айдарет, Гольден Дилиши, Стар, Дженаголь. И еще около десятка сортов яблок выращивают в совхозе Новомихайловске. На производстве занято более 200. Самый ответственный момент – сбор урожая. Рабочий день трудовой бригады – 16 часов. За это время требуется собрать 500 килограмм яблок. Следует отметить, что машины на сборе используют лишь при разгрузке и транспортировке. В остальном труд исключительно ручной. Берем яблоко в ладошки, аккуратненько прокручивая кверху, кладем в плодосумку. Как плодосумка наполняется, мы поднимаемся. У нас есть специально приваренные ножки. На ножки становятся на плодовоз. И аккуратненько открываем резинку. Мешочек опускается, и яблоки все остаются в контейнере. То есть никаких трав, ничего мы не намосим в яблок. Какое оно на дереве, такое у нас в контейнере. Сбор урожая на яблочных плантациях ведут наемные рабочие из Дагестана и Таджикистана. Механизатор Павел из местных жителей. Сетует на то, что коллеги по-русски разговаривают плохо. И шуток наших не понимают. Может, именно поэтому производительность у иностранных рабочих немного выше. Меньше уходит времени на разговоры. Это своими людьми. Тогда можешь и пошутить. А если они в Таджикистане не соображают нашего языка. Поэтому мы это, наше дело наблюдаем, вот как они работают и все. 2000 тонн плода планируется собрать до 5 октября. Новомихайловские яблочки любят и ждут каждый год не только в Краснодарском крае, но и в столице, на Урале и даже на Дальнем Востоке. По словам руководства, яблоко этого хозяйства – еще и отличная альтернатива зарубежному фрукту. Вкусовые качества, честно говоря, не идут ни в какое сравнение с теми яблоками, которые поступают из Бразилии, из Турции. Просто мы пока еще не достигли вот тех товарного того вида. Но я думаю, это ближайшее будущее. Будут и у нас яблочки покрасивее даже этих заграничных. На минувшую неделю убирали не только яблоки, но и мусор. Так жители планеты Земля отмечали Всемирный день моря, призванный привлечь внимание людей к проблемам водной стихии. Определенной даты у этого дня нет. В разных странах он отмечается в наиболее приемлемый день последней недели сентября. Студенты филиала Сочинского университета курортного дела и туризма выбрали 21 сентября. Привел в порядок себя на виде порядок на своей планете. Слова экзюпери в этот день стали девизом для 40 студентов с Гутика. Пожертвовав единственным часовым перерывом между учебными занятиями, студенты вышли на уборку Новомихайловского пляжа. За считанные минуты небольшой участок побережья ребята привели в порядок. Очистили от пластиковых бутылок и прочего мусора. По словам добровольцев, главная цель акции – привлечь внимание к проблеме загрязнения пляжа всех окружающих. Сегодня нас посмотрят, завтра сделают так же. И тогда каждый человек задумается, прежде чем бросить бумажку или бутылочку, задумается о своей планете. Реакция отдыхающих на внезапно появившихся студентов неоднозначная. Кто-то крутит пальцем у виска, кто-то предпочитает просто наблюдать со стороны. И лишь маленький Дамир стал первым и, к сожалению, последним помощником студентам. Тем не менее, у большинства отдыхающих акция вызвала искреннее одобрение. Жаль, что только на словах. Я считаю, что это здорово. Потому что за одну минуту буквально они прошли, и сразу все стало чисто. У каждого человека сразу желание подняться и тоже что-то бросить, чтобы очистить. Не понесет отдыхающий каждый раз куда-то бутылку. Бросают люди бессовестно. Что делать? Молодцы ребята. Кто организовал, спасибо тому. Смотрите, мусора вообще сейчас нигде нет. А вчера вот такие кучи бежали. Молодцы ребята. Собрав целую кучу мусора, ребята столкнулись с новой проблемой. Все баки для мусора переполнены. Сложный вопрос решили быстро. Никчемную гору отхода студенты превратили в произведение искусства. Вот дерево, листики зелененькие. Наверху солнышко изображает нашу маленькую вселенную. Так будем же жить в чистоте и мире. Артем Деминг, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. Учащиеся средней школы номер 10 поселка Новомихайловский высказали свой протест против терроризма. 19 сентября ребята стали участниками линейки митинга, посвященной недавно прошедшему Дню Мира. Представители молодого поколения страны сказали твердое нет войне и обратились ко всем взрослым. В этот день улыбчивые и беспечные старшеклассники школы были на редкость серьезные. Слова, звучащие из уст ровесников, заставили их задуматься о жизни. Разговор состоялся серьезный о мире, войне и терроризме. События годичной давности, происшедшие в Беслане, с новой силой всплыли в памяти подростков. Многие лишились матерей, отцов, детей. И как с этим жить, ответьте. Ребенок, который никогда не узнает, как это быть взрослым, любить и иметь собственных детей. Не ощутить прикосновения нежных, ласковых, маминых рук. Слово «мама» осталось последним словом, взывающим к ней, к одной, как крик о помощи и пощаде. Цветы и десятки свечей ребята принесли к импровизированному памятнику. Поставили тут же у своих ног и вспомнили тех, кто погиб в спортивном зале такой же школы, как и их родная. Мы не хотим повторений не только Хиросимы и Нагасаки, но и Норд-Оста и Беслана. Мы хотим свободно играть, учиться, расти, мечтать. Каждую секунду на планете появляются на свет младенцы, и все они должны быть счастливы. Но нет, не может быть счастье у них без мира. Сотни нескладных подписей скрепили ребячьи обращения к взрослым страны. Своего звания ребята решили разместить в одной из региональных газет. «Именем всех погибших детей, именем матерей и сестер, превращенных в пепел, именем всех жертв терроризма, клянемся, никогда не забывать черный день Беслана, детям детей рассказывать обо всем, до конца своих дней крепить мир, единство и дружбу, призванных искоренить терроризм, варварство 21 века». Ирина Калищук, Игорь Киреев, телекомпания «Орленок-ТВ». Во Всероссийском детском центре «Орленок» завершился 10-й слет юных инспекторов дорожного движения Краснодарского края. Мальчишки и девчонки успешно прошли все конкурсные испытания и выбрали сильнейших. Вместе с юидовцами один день соревнований провела наша съемочная группа. «Юид! Камон! Юид! Камон, камон, камон! Юид! Камон! Юид!» К состязаниям юные инспекторы дорожного движения готовы на все сто. Многие участвуют в соревнованиях не в первый раз. Дмитрий Маслов уже пятый. В рядах юидовцев парня прозвали ветераном. В прошлом году он показал себя отлично. В этом тоже надеется на хороший результат. Только признается, что готовился недолго. «Можно за один день подготовиться и победить. Просто тут нужно знать, как готовиться. Уже у меня выработана своя система». Своё ноу-хау Дмитрий не выдает. Конкуренты ведь не дремлют. А впереди ответственный конкурс. Экзамен на оказание первой медицинской помощи. Здесь всё по-настоящему. Жюри, билеты, практические задания. Поставленные задачи нужно выполнить в считанные минуты. При этом важно не потерять самообладание. Особенно, если ты выполняешь роль пострадавшего. «Как сочувствуешь роль пострадавшего?» «Да нормально». «Нормально? Ничего, не болит на самом деле ничего. Время! Один из самых сложных – экзамен на знания правил дорожного движения. За 10 минут нужно дать ответ на 100 вопросов. Для сравнения, при получении прав начинающие водители отвечают всего на 10 и тоже за 10 минут. «Надеюсь на победу. Боюсь. Ну и о правилах думаю». Следующий этап – проверка знаний основ страхования. За 6 минут 50 вопросов. «Прошло 3 минуты». Конкурс «Агитбригад» плакатов состязания в автогородке. Каждый год школа безопасности пополняет ряды вежливых пешеходов и вежливых водителей. А мальчишки и девчонки приобретают новые знания, умения, навыки, новых друзей и возможность приехать в Орленок. А это здорово, даже если и в пятый раз. Ирина Крищук, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. Бассейн Орленка вновь стал тренировочной базой для лучших пловцов страны. В эти дни в центре проходит подготовку юношеская сборная России по плаванию. В ее составе 48 юношей и девушек. С ними познакомился наш корреспондент Артем Демин. 200 метров брасом, нырок, куврок и столько же потерфляем. Минуты на отдых и снова свисток тренера. Ребятам, для которых вода стала родной стихией, подобные упражнения не в диковинку. Это всего лишь небольшая разминка перед настоящими тренировками. Говорит старший тренер юношеской сборной страны по плаванию Сергей Конов. Сейчас ребята проводят в воде всего по 4 часа в день. Во время интенсивных тренировок этот период удваивается. Плавцам не привыкать к тяжелым нагрузкам, ведь на них возлагаются огромные надежды. Здесь у нас сейчас 48 спортсменов. Все они мастера спорта. И в своих возрастных группах они лидеры, чемпионы. На первенстве страны они в своих возрастных группах занимают призовые места. Здесь нет таких, кто где-то там далеко. Это все первые, сильнейшие в своих возрастных группах. Сергей Перунин – мастер спорта. Серебряный призер Кубка России, чемпион Европы. В плавании уже более 10 лет. С самого раннего детства Сергей влюбился в воду. Сейчас точно знает, что никогда не променяет плавание ни на какой другой вид спорта. Мне как бы нравился футбол раньше, а я просто хотел научиться плавать. Меня отдали в это плавание. Я больше никуда не ходил. В плавание, в плавание. Я думаю, я буду первым. Не знаю, вода как-то. Раньше боялся, а теперь я без нее жить не могу. Я не плаваю неделю. Я уже не могу. Мне надо в воду. Среди молодых рекордсменов немало представительниц женского пола. Чемпионка Европы Анна Смирнова в настоящее время готовится перейти во взрослое плавание. Для этого ей необходима победа в предстоящих соревнованиях. А еще… Упорство, терпение и стервозность. Сборы в Орленке только открыли новый тренировочный сезон пловцов юношеской сборной страны. Впереди у ребят большая подготовка к серьезным испытаниям. Юношеское первенство Европы и первый чемпионат мира в Рио-де-Жанейро. Артем Демин, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. На этом наша передача подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Желаем всем телезрителям только хорошего настроения, решения всех проблем, радости, счастья, удачи. Будьте счастливы. Встретимся ровно через неделю в программе «Всем». Встретимся ровно через неделю. Встретимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова